Александр Георгиевич, скажите, пожалуйста, работы на сегодняшний день по центральной площади приняты или нет? На сегодняшний день работы по центральной площади приняты, форма ПС-2, ПС-3 подписаны. То есть на полную сумму порядка 7,5 миллионов? Внутри контракта на освещение, на ремонт памятника и на ремонт площади с частичной заменой мордюр, заменой земляного покрова, посеянной травы, заменой площадки и расфонтирования. Все работы были в полном объеме, поступающие замечания в процессе устранялись, работа еще тут более принята. Скажите, пожалуйста, а вот освещение памятника, вот в вечернее время заметно то, что освещается он только вот этот столб, вот постамент, на котором стоит Ленин. Цель освещения была какова? Осветить памятник или все же постамент, на котором стоит Владимир Ильич Ленин? У нас, вот я скажу так, что при предыдущем освещении у нас не совсем была освещена центр площади, поэтому упор делался, конечно, на него, но и, в частности, по возможности осветить памятник. Ну, так это удалось. Александр Горькович, скажите, а вот вы как житель, не как чиновник, довольны принятыми работами? Как вы их оцениваете только как житель города Москвы? Я оцениваю их как удовлетворительное и скажу, что хуже площадь, в принципе, не станет. Можно я для понимания один вопрос спрошу? Вот вы сказали про газоны, да, что денежные средства, которые были заложены на посев газонов, уже реализованы, или как это будет? Это весной будут с ними, потому что посеяны. Но вот на художественном совете, который был в минувшую пятницу, говорили о том, что на это еще будут какие-то деньги рассматриваться, закладываться, или это говорили только про цветники? Я на художественном совете не был, к сожалению, комментировать ваш вопрос не могу. Газоны посеяны, ладно, спасибо. Еще раз тогда последний вопрос уже. Если как житель вы оцениваете достаточно удовлетворительные работы, визуально мы видим все-таки некоторые недочеты, которые как-никак есть. Как чиновник, вам не стыдно перед жителями города? А какие именно недочеты вы имеете в виду? Допустим, не все бордюры, асфальт положен криво, это заметно визуально. Допустим, перед площадью Ленина лежат три полосы, которые четко между собой видны. Они разного уровня. Асфальтовая дорожка, которая ближе к администрации, она тоже положена достаточно горбами. То есть ее убирали, клали снова, но тем не менее горбы, вот остались лужи, собираются, как собирались, так и собираются. То есть есть недочеты в бордюрах, в стыковках самих бордюров. То есть вы считаете, то есть эти работы приняты, сделаны качественно? Вот то, что мы перечислили, как-то недочеты в стыковке бордюр, в сочленении, в углов, в ровности и так далее, по возможности все было и устроено. Что касается асфальтирования, но мы задачу составили асфальтировать там, где проложен камер. Если вы хотите, чтобы не было воды, то нужна реконструкция центральной площади. Ремонт был выполнен в тех рамках, в которых нам было бы поставлено след. Три полосы вот эти стыковочные, почему так не ровно лежат они вот перед центральной площадью, которая как визионная, видно, там есть ямки, там есть... Вы его не слышите, я же вам сказал, для того, чтобы все это было правильно, должна быть выборка. Выбирать старый асфальт, укладывать новый. А если мы положили на новый асфальт, то точной ровности мы все равно не добьемся. Хорошо, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...